Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Айка и Эмили, и сегодня мы будем снимать, как всегда, Мугубанк. У нас вкуснейшие манты, я прям со сковородкой сегодня к вам. Часто в комментариях мне пишут, что не манты, а манты. Другие потом говорят, что не манты, а манты, их переисправляют. Поэтому, ребят, не знаю, это, наверное, к украинцам надо обращаться, как правильно. Вот, давайте приступим. Так, антипригарная сковородка и вот такая вот металлическая вилка, это просто мой почерк. Запомните, пожалуйста, сметанка, вот только что открыла, свежайшая сметанка. И давайте приступим. Куснотища не то слово, ребят. Вчера целый час сидела и не могла придумать название видео. Для меня это всегда так сложно. Я не знаю, как называть мои видео. Их настолько много. Влоги вообще ужасно. Каждый раз. Моя повседневная жизнь. Но так нельзя. Разные видео должны быть названы по-разному. А видео нереально много. Я вроде смотрю все видео и думаю, блин, о чем я здесь говорю. Вроде обо всем поговорила. И как называть теперь это видео. Ссылку на манды. Ссылку на болгарский перец консервированный. Я вам оставлю внизу. Обязательно переходите. Если не забуду. Если забуду, пожалуйста, напомните мне в комментариях. Буду очень благодарна. Если напомните мне. В общем, я не знала, как назвать. Решила в помощь зала. Обратиться к своему брату. Точнее, звонок другу. Позвонила брату. Он просто такие идеи выдал. Я говорю, при чем здесь это вообще? Конкретные такие варианты крикбейта. Закинул мне. И что-то мы разговаривали. И брат начал мне говорить о том, что я не знаю. Вот реально просто хотелось с вами посоветоваться. Он мне говорит, что на видео я абсолютно другая. В жизни я другая. Он говорит, что если бы я не знала тебя лично, я бы был бы совсем другого мнения о тебе. Я такая в смысле. Какого мнения? И он мне говорит, что ты в жизни тихоня. То есть всегда молчишь. Очень сдержанная. Я реально очень сдержанная. Не только в отношениях, но и в жизни. То есть я вообще спокойная. Меня очень тяжело вывести из себя. Прямо конкретно надо постараться, чтобы меня вывести из себя. Это почти нереально. Братка, это на видео. Когда я смотрю, у меня складывается впечатление, что это такая яркая, такая эксцентричная. Энергичная. То есть, например, в классе всегда был лидер, староста, лох. Я всегда была толпа. Я очень спокойный, уравновешенный человек. Меня тяжело вывести из себя. Например, если взять мои отношения, обычно всегда предъявляет что-то мой парень. То есть никогда не бывает такого, что я ему что-то предъявляю. Не потому что у нас кавказская семья и все дела, нам нельзя. Нет. Просто я такой человек по натуре. Мама мне рассказывает о каких-то проблемах, например. Я в этом вообще абсолютно проблем не вижу. То есть для меня все ок. Не потому что мне плевать на мамину проблему, просто я очень спокойная. Некоторым людям в округе иногда кажется, что мне все равно. На самом деле мне не все равно, просто все мы люди и все мы разные. Мне кажется, секрет моих успешных отношений как раз-таки заключается в том, что я как бы не заморачиваюсь ни по какому поводу. Например, с Шелли. Мы дружим уже, наверное, 4 года. 3-4 года и ни разу мы не ругались вообще. Не потому что у меня внутри все кипит, но я стараюсь молчать. Нет. Не потому что я терпила. А просто я не вижу проблему в том, в чем видят проблему все. Я стараюсь как бы... Когда меня что-то расстраивает, например, мне что-то чуть-чуть не понравилось, я просто захожу в YouTube, смотрю программу «Говорим» и показываем. И просто думаю, бог мой, у людей вот какие проблемы. Разве у меня проблема? Да нет, у меня фигня просто какая-то. Специально взяла самую большую сковородку. В ней варить намного удобнее. Так вот. Не могу сказать, что это такой плюс, потому что на работе некоторые люди этим пользуются. Пользуются тем, что я такая, знаете, мягко-телая. Очень спокойная. Никогда ничего не предъявлю. У меня был коллега. И у него были отчетные письма, которые он в неделю один раз должен был отправлять начальству. И я как-то один раз предложила ему сделать это мне. То есть он сказал, что ему нужно домой поскорее, он не успевает. Я ему сказала, давай сделаю я. Он сказал, ой, спасибо большое и так далее. Потом на следующий раз он сделал сам. А потом через раз он опять попросил меня. Подарил мне шоколадку. Сказал, что, Алька, пожалуйста, у меня там семья, не знаю. Мне срочно нужно идти домой. Давай ты сделаешь. А это занимает где-то часа три. Я сказала, что за вопрос, не надо ничего, я сама сделаю. Я не за шоколадки не подумайте. Просто, не знаю, решила помочь. Как бы хорошее отношение в коллективе. А потом на следующую неделю он мне уже позвонил. И сказал, если не сложно сделать, да. Потом где-то месяц. 50 на 50. То я делала ему, то он сам делал. Что вы думаете? Через где-то полгода мне мой начальник начал говорить, что на отчеты ты делаешь. Я такая, ну да, но это его работа. Он такой, делай, делай все вовремя. Какая разница моя, твоя работа? Мы один коллектив, мы одна семья. Делай теперь ты. В общем, отчеты, которые всегда должен был делать он, потом плавно просто стали моей обязанностью. Как бы я никому ничего сказать тоже не могла. Ну и как бы не очень честно это было на самом деле. То есть уже все. А все, уже все. Надо было раньше думать. То есть не то, что спасибо, Айка, ты делаешь за меня этот отчет. А... Ты уже обязанная. Потом как бы сделали перемещение, или как правильно называется. В общем, взяли другого работника из другого филиала, перевели к нам, а его в другой филиал. И когда работника перевели, он начал объяснять работу свою, чтобы... В общем, когда он передавал свою работу, он объяснял там, говорил пароль свой от компьютера и так далее. Всякие эти мелочи, да, сами понимаете. Я сама слышала, когда он спросил про отчет, который вот как раз таки делала я, мне делаю один раз. Мой коллега ему сказал, не беспокойся, Айнур Ханн все это сделает. У нас это все делает Айнур Ханн. И все с тех пор, эта работа уже стала моей обязанностью. Ну, мне как бы не сложно с одной стороны, но с другой стороны, как-то это не очень честно. я не говорила боссу жаловаться, что вот, теперь это делаю я и так далее. Я знала, что он скажет. Он скажет, что мы все одна большая семья. Какая разница, у тебя есть время, сделай ты. Поэтому не могу сказать, что это плюс, что у меня такой мягкий характер. Иногда это во вред мне. Но зато у меня редко бывают конфликты с кем-то. Я очень редко с кем-то ругаюсь. И мне брат как раз-таки говорил о том, что на первый взгляд ты прям такая, знаешь, лидер. такая яркая. Пишите в комментариях, какое у вас сложилось впечатление обо мне. Потому что брат говорит, что складывается какое-то ложное впечатление обо мне. Я очень спокойная. Хотя, когда мне было 14-15 лет, наверное, это гормоны и все дела. И в этот период я была сверх эмоциональная. Ну а так, в общем и целом, у меня нервы не шалят, так скажем. Не люблю людей, которые нервничают, начинают кричать по каким-то мелочам. У нас есть соседка, это ужас какой-то, честно. Вот я 10 минут с ней в лифте. Я не знаю, я вам рассказывала или нет, но меня уже это раздражает, прям бесит. Только зайдешь с ней в лифт, начинается. Лифт нормально помыть не могут, стекло поменять не могут, постоянно воняет. Какой ужас, с кем мы живем, одни свиньи. Так что, как-то так. Обязательно пишите в комментариях, какое у вас впечатление сложилось обо мне, если вы меня давно смотрите. Кажется ли вам, что яркая личность или видно, что я такая спокойная, уравновешенная. Как называет меня моя подруга Айка Слон. То есть, что не происходит, Айка не в курсе, Айка такая спокойная, лежит в себе, жизнь прекрасна, все офигенно. В общем, на этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, всех люблю, целую. Пока.